Всем привет! Немного новостей с поляна и из-за периметра. Яна, администратор шоу Дом-2, намекает на то, что Кристина и Ваня сошлись. «А вы хотели бы, чтобы ребята были снова вместе?» – спрашивает она. Но не стоит забывать, что сегодня день юмора, 1 апреля. Вот некоторые мнения зрителей. Если это реально настоящая любовь, и они не могут друг без друга, значит будут вместе. Их пара была самой шикарной и гармоничной. «Нет, Кристина с ним никогда не будет счастлива. Они будут просто хорошие друзья». Лида на картах это предсказывала. Кристина достойна большего, она заслуживает мужчину с большой буквы. Черно тоже говорит, что Ваня опять в Кристину влюбился. «Они опять сидят вместе», – радуется Саша. «Когда у вас официальное объявление отношений?» Но Кристина была не в духе, обнимая баночку с напитком. Ответила, что 31 февраля. «А как вам новая фотосессия, Кристины?» «Как бы мы к ней не относились, как бы она ни пила, ни болела, на кадрах мы видим идеальную фотомодель, практически конфетку». Черно решила проблему красного лица, просто перестала пить мне соки, и всё само собой прошло. Красное лицо было именно из-за этого. Теперь мне осталось отказаться от сладкого и острого. У Черно сегодня особенный день. Ровно шесть лет назад, 1 апреля, к ней пришёл новенький участник Иосиф Аганесян, который стал её судьбой. Да, вот такая была первоапрельская шуточка. «Он и скучать мне не даёт, и любит всей душой. Благодаря ему я поняла, что такое настоящая семья». Санчо Федотов, вот он валяется на коленях у Саши, поссорился с Линой Рахимовой из-за кольца от бывшего парня. Санчо требует, чтобы Лина его не носила. Девушка говорит, «Я ношу обручальное кольцо от бывшего. Я отношусь к этому проще, это бижутерия. Зачем его снимать, выкидывать? Но мне говорят, что если я хочу начать новую жизнь, то я должна его снять. А как считаете вы?» И по итогу она сдалась, в понедельник отнесёт кольцо. Ребята пока не подали заявление, свадьбу хотят устроить летом. В кадр смартфона Тиграна Салибекова попал момент ссоры Санчо и Элины. Федотов схватил девушку и швырнул её с грохотом в дверь комнаты на втором этаже. Все ребята это видели, но почему-то даже не обратили внимания на происходящее. Вероника и Сергей вчера славно погуляли в ночном клубе. Совместный отдых их сблизил. Также в клубе были Полагалова с Баженовым. Но ребята поругались. Лиза вернулась на поляну в гордом одиночестве. Самонина и новенький Вячеслав провели ночь на одной кровати. Они общались, обнимались, целовались, на лобном месте сидят. На самом деле Вячеслав старенький, а не новенький. Мы могли его видеть на проекте в паре с Настей Ивановой. Я с трудом вспомнила Вячеслава Потёмкина. А вот некоторые зрители помнят. Этот человек с явным диагнозом пишут. Он психологически неуравновешен. Издевался над девчонками. А теперь немного о бывших участниках Дома 2. Таня Репина, которая находится в странных отношениях с Безусом, не собирается ставить крест на своей личной жизни. Я ещё очень молодая, мне хочется любить, чтоб меня любили. У меня всё впереди. И вот она присмотрела себе нового мужчину. Не то чтобы нового, это её бывший молодой человек. У него после Тани были уже другие девушки. Но тут Репина приехала в Губкин. И он тоже приехал к своим родителям. Они встретились, былые чувства всколыхнулись вновь. Таня считает, что это очень странное совпадение с Накс Выше, что они одновременно оказались в одном месте. Я испытываю сильное чувство влюблённости. Я много нервничаю, чувствую себя виноватой. Что мне делать? Взаимное ли чувство Таня не знает. Я боюсь спросить его об этом, говорит. А то, ума не помешает ли Афина новым отношениям, она не переживает. Если Афину не воспримут, то это однозначно не мой человек. Но у Афины всегда есть и будет папа, он такой один. И сильнее папы её никто никогда не полюбит. Безус узнал от других о том, что Таня влюбилась. Какова же была его реакция? Значит, ты меня никогда не любила? Или это месть? Это точно приведёт к окончательному расставанию. Будем следить за продолжением этой интересной истории. Габозов, наконец-то, познакомился с будущим тестем. Отцом моей любимой девушки Светы. Я очень переживал по поводу знакомства, но всё было мега классно. Отец Светы – классный мужчина, мы подружились. Папа дал нам своё благословение. У меня так ещё никогда не было, чтобы всё складывалось настолько хорошо. Света – это чудо, которое я нашёл в жизни. Отец был немногословен. «Будьте счастливы, живите мирно», – сказал он дочери и её новому избраннику. Присоединимся к его пожеланиям. На этом всё. Подписывайтесь. Будем сплетничать. Продолжение следует... Продолжение следует...